здравствуйте уважаемые садоводы сейчас мы все заняты рассадой и я хочу показать свою рассаду смотрите какая у меня рассада видите томатики какие вот какие жирненькие такие вот сытенькие значит как я этого добиваюсь сейчас и поговорим и покажу вообще что я выращиваю на рассаду это томаты это низкорослый томат это фасоль это спаржевая еще у меня растет лимская фасоль там еще некоторые сорта классный такой фасоли значит а вот смотрите какие огурчики по-моему по-моему ничего тогда хорошенький гляньте какие жир трестики такие вот значит что нужно для того чтобы рассада вырастала хорошо это не желтый это в этом свет так падает принципе рассада я довольна вот сейчас покажу высокорослые томаты как они себя чувствуют и перчики покажу ну во-первых ну это опять же мое личное мнение ранняя посадка я считаю что это вредно я сажаю даже перцы ну прям уже марте где-то в этом году я сажала перцы баклажаны какого уже за 10 марта вот томатов много сажала уже после 20 уже ближе к началу апреля они так лучше растут чем они мучаются без света и тепла вот смотрите видите это высокорослые томаты вот как выглядит вот вот есть есть особо большие ну до высадки еще ой сколько но как минимум две недели с 1 по 3 июня я высаживаю поэтому уже даже можно сказать и переростки это вот из первого посева вот сейчас еще один сортик покажу мне нужны семена с него очень большой спрос на семена этого сорта вот видите какие вот большие но это это не очень хорошо завтра они уже едут туда на пмж но высаживать пока не буду ну вот одни из перчиков такие вот видите вот они стоят красота но здесь у меня еще жимолости черенки вот все вместе это тыква вот эта тыква я ее тоже выращивать через рассаду чтобы не терять время вот высокорослые томаты да ты кто у меня сейчас посмотрим это очень классный томат который называется полосатый шоколад вот видите это такие это баклажаны вот там у меня взошла кукуруза я распекировала базилик его тоже сад через рассаду и тоже пикирую это арбузики вот арбузики значит как мне удается вырастить такую рассаду земля самое главное это здоровая почва о том как я ее делаю я вам показывала видео на эту тему есть какие были подкормки значит семена когда я высаживала я проливала и к гелем и аминокислотами любой препарат который содержит аминокислоты значит на протяжении вот этого все времени я не подкармливала единственное что сделала я вот буквально на днях для лучшей корневой системы я их как бы запустила и поздно распекировала я полила я вам сейчас покажу чем я полила это очень дает хороший результат смотрите такой янтарин или можно янтарную кислоту а и к гель кстати брызгала да и к гелем я еще бы тоже брызгала вот и к гели вот такой очень хорошая вещь и по защите от болезни тоже и для хорошего роста чем еще один раз поливала деписто один и после янтарной кислоты после янтарина вот прошло несколько дней завтра я подкормлю монофосфатом калия 10 грамм на 10 литров воды и все это подкормлю это для хороших плотных таких толстеньких стеблей и для хорошей корневой системы для для отличной корневой системы смотрите вот еще перцы вот еще тут это а это знаете кто это кабачок это кабачок я сажаю не веру а со аймарана вот это это вот фасоль про которую я вам говорила это вот кто у меня заказывает семена девочки будет фасоль просто вот такие вот разбухают когда такая классная такая вкусная фасоль название пока не буду говорить но относится к лимской вот такая вот рассада значит добавляю ли я осмокот вот многие спрашивают в рассаду нет при высадке да значит почему я добавляю осмокот потому что он у меня есть если у вас его нету и не надо возьмите любой какой-нибудь комплексное минеральное удобрение это при посадке и еще если будете использовать осмокот на вот эти однолетние культуры такие берите 2-3 месяца она она быстрее срабатывает и вам не нужно 56 потому что все равно они как бы не успеют ну три-четыре можете взять то если рано высаживать кстати 34 очень хороший осмокот вот я даже 56 не пользую если мне надо вот долгого действия то это 56 ой 34 вот ну и бывает что смешиваю их и такое бывает ну вот такая вот рассада как я уже говорила высаживая с 1 по 3 июня потому что могут быть возвратные заморозки это однозначно вот и чтобы не потерять вот таких вот красавцев да я не рискую ну вырастут еще конечно все равно все равно рано все равно рано все равно вымахали поэтому но еще позже сажать но тоже смысла нет а это вот смотрите это я рассадила черенки жимолости это обалденный сорт наверное один из моих самых любимых это княгиня я их вот рассадила прошлогодние черенки вот сейчас вот распикировала так и к осени будут готовы саженцы когда я их сажал я подписываю в марте я их 0 3 23 подписано это каждый стаканчик подписываем ну вот собственно говоря такие сейчас переживания такие сейчас работы я надеюсь что вам пригодится совет поливать рассаду янтарной кислотой ну или янтарином и монофосфатом калия это действительно хорошо дает хорошую корневую систему комплексными удобрениями можно подкормить но они должны быть именно для рассада либо обычными но как бы дозировка должна быть половину и еще что хочу сказать закаляйте рассаду вот у меня хоть это и теплица она не отапливаемая они уже так вот переселились достаточно давно то есть они уже тут были на двух градусах вот то есть она должна быть закаленная есть вот такие вот это тоже высокорослый сорт но он сам по себе такой вот то что слабенький такой вот он миниатюр ненький баклажаны в этом году я не стала рано сажать пока вот так выглядят войну и так будет нормально а кукурузу сажаю в несколько приемов сегодня еще посажу чтобы знаете увеличить период сбора початков какие сорта дора милина это обалде обалденные сорта камберлент я и за ним гонялась столько лет его ждала потом рамонди это тоже как и камберлент она такая бикалорная то есть там 25 процентов присутствует белого зерна но это это медовое это супер сладкие гибриды кукурузы и мегатон на сегодняшний день вот эти вот гибриды считаются самыми-самыми лучшими я желаю вам всем больших и хороших урожаев на сегодня все до свидания